привет мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина спонсор сегодняшнего ролика магазин рандеву и в честь нашего сотрудничества с ним публикуй свой именной промо-код на 10 процентов в описании который дает скидку к уже всем акциям и скидкам которые имеются на рандеву сейчас там проходит новогодний раз продажа особенно арома боксы по очень выгодным ценам кто в москве или в питере можете еще успеть даже заказать для подарка вашим любимым какой-нибудь интересный арома бокс схема такая проходим по ссылочке в описании сначала по ссылочке потом куда угодно набираем товаров ваша покупка должна быть от двух с половиной тысяч рублей и тогда и применяем промо-код и тогда он подействует бренд исключения мак антюан багуа и так пришла пора видимо новогодних подарков вот это мне прислали прислал замечательный подписчик дмитрий дмитрий прует большой тебе из казахстана причем по моему даже задействовал еще одного человека для отправки так получилось так сложилось и схема такая короче я знаю что здесь то что на превьюшки откинсон бренд ничего про него не читал не выяснял ну ну как то вот до сих пор не сложилось хотя надо бы уже потому что бренд меня интересует что-то от него я не ухнул и что-то мне понравилось и ребята вообще в дружине например да что у меня второй ролик подряд не получается все это распороть я уже до распарывался себе палец до сих пор заживает так вот делаешь вжиг ножичком и и все как бы мне ее теперь распаковать тут код гагарин еще короче буду прерываться ребята буду прерываться на на то чтобы поискать пошукать нотки нотки аромата потому что я не знаю что здесь именно из эдкинсонс бложечки посмотрите как оно все запаковано пупырочка вот оно все здесь сейчас главное не уронить я же не знаю насколько оно там все падкое и насколько оно там все короче смотрите ребята смотрите вот мешочек значит чуть позже его покажу вам так и знаете что вообще знаете вообще что вот гагарин с вами хочет познакомиться чем-то авентуса подобным пахнет вот гагарин богусенько скажи про это он мне помогает распаковывать как всегда про это скажи гагарин морда наглая все еду просит сейчас секундочку так вот смотрим все в такую бумажечку красивую завернуто это какой-то видимо то ли дьюти фри то ли что какой-то немецкий видимо магазин да по немецки вроде написано и и вот он красавчик посмотрите эдкинсонс вот он и вот опять же моя хомячья сущность не знаю насколько она дурацкая но сущность мне велит эту бумажку сохранить свернуть ее плюс минус аккуратно и может для чего-то она пригодится пахнет авентусом почему-то из из посылки давайте посмотрим что вот в этом пакетике я мне кажется это от крита пробнички ох дмитрий ну вот прям вообще красавчик да это крит это крит причем по моему старенькие версии и это у нас ну как понять вот так вот написано крит и как понять на какой аромат это пробник вот и парфам я читаю там в опор из атер короче буду выключаться наверное чтобы чтобы вам тут не нудить на какую тему ароматы ох ребятки это два целых два пробника фирменных по моему они даже не по два миллилитра по два с половиной два фирменных пробника крит абсолю авантю или авантюс ален если смотришь подскажи с читается или нет в данном случае короче ну пахнет авентусом ребят пахнет от пробников авентусом ну и конечно же в скорости ждите ждите обзор на данный парфюм от меня что я там скажу по его поводу и наконец-то герои да герои обзора это вот ой мамочки вы посмотрите тут раз два три четыре пять шесть семь восемь двенадцать штук описание вижу я ж подслеповаты поэтому ну да ребят посмотрите какая прелесть боже мой какая красотей и даже не знаю даже не знаю с чего начать думаете слушайте давайте сделаем ход конем ребятушки покуда их здесь прям целых 12 я растерялся всего 4 допустим обозрел бы сегодня и и не знаю что в общем буду готовиться к вот этому обзору а сегодня сделаем обзор на крит абсолютно авантю давайте так сейчас посмотрим они пользованы или нет потому что если пользованы то я начну с того который менее пользованный и это нормально его потом ну типа давшикаю а который который более пользованный да а который менее может я вообще кому-то подарю я же не знаю еще как там карта ляжа давайте посмотрим но они по моему одинаково они новые не пользованы давайте давайте нанесем пахнет прямо вентусом я говорю из посылки пахло авентусом давайте сикает сикает сикалка что-то нужно сделать с этой обложкой но ее прям жалко заминать чтобы с ней сделать такого чтобы чтобы отличать пшиканый от не пшиканого у меня все знаете по фэншую ой ну ладно я его отложу в одну сторону а этот отложу в другую сторону вот так вот ну что они там говорят по поводу абсолю авантю они говорят что он практически не похож на оригинал многие очень сходятся в таком мнении сейчас секунду а кто они говорят это обзорщики некоторые так вот абсолю авантюс аромат для мужчин принадлежит группе но видимо фужерные какие-то видимо пряные как я уже здесь чувствую новое издание выпущен в 2023 году так что я год в год я еще успеваю это я кота отталкиваю от планшета он не дает читать верхние ноты грейпфрут бергамот и черная смородина ананаса нет заметьте средние ноты имбирь корица цитрон и кардамон кстати вот что-то да имбирь корица вот что-то пряное чувствуется и базовый ноты розовый перец почули и ветивер так вот повторюсь в третий раз ребят из упаковки вот от вот шлейф от пробников этих которые в мешочке лежали шлейф он авентусовский когда я нанес первые ноты тоже очень похожи на вентус но они не они типа без ананаса и странно что при этом оно все очень даже так и похоже грейпфрут по моему не было в оригинальном авентусе да вот что добавили имбирь корица кардамон понимаете розовый перец добавили почули не помню ну короче он да он становится пряным он становится каким-то томным довольно таки он сохраняет вот изначальную свежесть авентуса но немножко приобретает глубины и причем я даже не знаю в плюс это или в минус данному аромату потому что авентус вот я лично но я думаю очень многие ребята по обе стороны океана они ценили авентус именно за количество воздуха в аромате невероятное количество воздуха то есть вот он такой какой-то полупрозрачный но при этом мощный заявляющий о себе со вполне конкретным таким характером профилем да здесь меньше изначально этой прозрачности и больше пряности авентус насыщенный пряностями что касается многочисленных клонов несколько из которых я точно пробовал популярнейших я скажу что не похож вот эта версия абсолю не похожа на клоны то есть авентус не стал клоном самого себя то есть вот новая версия абсолю однозначно нет ее именно загустили но загустили как-то очень интересно я бы не сказал что безыскусно нет не безыскусно интересно интересно это вот то есть я бы сказал это более такая вечерняя версия авентуса но в то же время вот какие-то эти фирменные кридовские нотки дороговизны они присутствуют даже вот в новых аккордах я чувствую новые аккорды но они скорее дополняют понимаете оригинальный авентус они его не портят тем более оригинальный мне уже так надоел если честно можно было бы на себя конечно напшикать но пока что мне наверное жалко да и суперновых каких-то открытий наверное это не принесет мне жалко у меня всего лишь пять миллилитров получается я пока еще не купил флакон себе но зато спешит зато успела вот это вот успела мое видео откровение в конце 23 года в год выпуска почему-то мне от этого радостно вы знаете вот если вообще подумать вот на месте создателей на месте владельцев дома крит нынешних да который там во второй раз уже он перепродан был если подумать можно ли еще что-то выжать из днк авентуса и каким образом это можно выжать вот я бы наверное ну если бы я был прошаренным этим парфюмером да ну или или хотя бы человеком который может сказать да да нет нет это это подходит это не подходит вот я бы наверное остановился именно вот на чем-то таком то есть они сделали максимально хороший фланкер насколько это можно было вот у меня такое мнение вот ничего с собой поделать не могу вот оно просто есть и все да какие-то 10 минут всего лишь я сижу его вдыхаю но я понимаю что грамотно переиграли вот эту днк они ее не испортили они ее не сделали сильно другой они ее не разбавили они ее не загустили до степени что это уже вот знаете кстати у меня претензия к диор саваж эликсир диор саваж эликсир хотя его многие любят я его тоже для коллекции уже вам грожусь который месяц прикупить я его прикуплю вот нужно поскорее нужно торопиться пока его не переформулировали а такие штуки их очень быстро реформулируют и кстати то же самое я вам скажу по поводу крит авентус абсолю абсолю авентус что наверное нужно хватать вот эти батчи потому что за ними потом будет гонка и вот с такими выпученными глазами будут искать батч 2023 года скриньте меня записывайте там клочок видео что угодно вы увидите просто что так оно и будет это совершенно точно абсолютно точно настолько же насколько абсолютен и вот этот вот авентус новый мне нравится ребята это называется грамотная переработка это значит что сделали фланкер который он и другой он однозначно другой то есть можно иметь два в коллекции абсолютно опять же слово абсолютно будет звучать чаще остальных в честь абсолю авантюс авантюс все таки наверное с буквой с и у меня получается будет уже три версии у меня есть оригинальный у меня есть версия колонь которая мне нравится которая сама на своем стоит и сохраняя сохраняя днк оригинала то есть все равно она звучит авентусом но она другая вот здесь то же самое но в сторону загущения именно пряный пряный как вот люблю я но вот нет у меня здесь навскидку этого моего любимого чая я уже упоминал о нем крисмас мистери от гринфилд это российский бренд который мимикрирует под какой-то зарубежный это российский бренд но бренд который создает бленд и вот бленд крисмас мистери то есть рождественская мистерия да он невероятно удачен именно вот в плане добавления туда пряностей каких-то корица тоже там по-моему имбирь апельсиновая цедра и вот это вот все кстати вот на новый год мне кажется идеальнейший будет ребят идеальнейший абсолют авантюс что еще могу сказать ну понравился хотя вы знаете вы знаете что я не фанат оригинального авентуса то есть то есть я отдаю ему дань я отдаю ему должное я понимаю что это веха в истории мужской парфюмерии начиная с десятых годов да я понимаю что куча фанатов по всему миру многие мечтают о нем и позволить себе не могут но я отношусь к нему плюс-минус спокойно потому что в том числе я нашел клоны приличные на него а вот на этот не знаю не знаю как там арабы сработают будут ли клоны достойные это вопрос ну это именно вот пряный новогодний рождественский вариант авентуса такие мои мысли и надеюсь данный ролик был вам полезен оцените как-нибудь его за 7 я прощаюсь с вами кот уже заснул здесь ты что заснул гагуся не спи подписывайтесь в наши телеграм сообщества которые в первом закрепленном комментарии они все полезные и барахолка где вы можете купить и продать аромат и даже условно бесплатно и пашка пашко наш главный чат где каждый имеет право голоса где мы обсуждаем самые горячие темы порой но в основном парфюмерные но но бывает по разному и скидки где многие ребята опустошили свои кошельки и кредитки и группа антифейк где мы вычисляем мошенников и поддельные ароматы каждый может спросить поинтересоваться у экспертов оригинал ли мой аромат за 7 я прощаюсь с вами с наступающими вас праздниками а почему кстати я вот в этой майке с коротким рукавом потому что я планировал Эткинсонс тестировать я знал что уж точно их будет не менее четырех а то и пять а тут аж двенадцать поэтому ждем ждем впоследствии конечно же обзора он подкатит и на данные парфюмы и до новых скорых встреч да гагушенька с новым годом пока супер хай но и как не что они что оно на вы